Год подходит к своему завершению. Начинают подводить итоги на уровне федерации. Особое внимание депутаты Государственной Думы уделяют благотворительности. К примеру, Зелимхан Муцой в текущем году удостоился звания благотворитель года. Добрых дел сделано немало. К примеру, 17 ноября школа номер 14 города Полевской отметила 55-летний юбилей. Несколько лет назад директор школы Игорь Харланов обратился к депутату с просьбой оказать содействие в строительстве пристроек школе. Это было жизненно важно для нее. Там планировалось разместить большой спортзал, просторную столовую, медблок, методические кабинеты. Благодаря содействию депутата в 2016 году строительство началось, а в 2018 году оно завершено. 105 миллионов рублей было выделено из бюджета всех уровней. В этот же день отметила 50-летний юбилей школы номер 3 города Первоуральск. Зелимхан Муцой был инициатором создания в 2002 году кадетских классов этой школе. Это был первый класс в Первоуральске такой направленности. В этом году в школе уже 6 кадетских классов и 90 учащихся. На протяжении 16 лет депутат поддерживает деятельность кадетских классов. Он уверен, что патриотическое воспитание молодежи – это один из приоритетов государственной политики. Не забывая Зелимхана Ляковича о нашем городе, к примеру, когда началось благоустройство Центрального парка культуры отдыха в рамках программы «Комфортная городская среда», он выступил с инициативой. И теперь входная группа нашего парка – это точная копия, только уменьшенная. Входной группы парка, который сейчас строится в Москве. Проект этот как раз курирует депутат Госдумы. Экскиз входной группы стал личным его вкладом в благоустройство парка культуры отдыха в нашем городе. Зелимхан Лякович тоже помог на первом этапе, когда мы пришли в парк три года назад. Он пригласил, достаточно тепло встретил и помог на первом этапе. Он дал идею, дал эскизное предложение, которое он подарил фактически парку и которое впоследствии мы использовали для реализации нашего проекта. Напомню, открытие парка состоялось в прошлую субботу. Реконструкция его длилась 8 месяцев, и это рекордно короткие сроки для благоустройства таких масштабов. Нужно отметить, что приоритетный проект «Комфортная городская среда» успешно реализуется в нашем городе во всех направлениях. Благотворительность – это инвестиции в добро, оказание помощи тем, кому она действительно нужна. И помимо основных рабочих моментов, замечательно, когда делаются вот такие добрые дела. Такая вовлеченность в проблемы своего округа – это показатель того, что мы сделали правильный выбор. Альбина Бабкова, Новоурайская вещательная компания.